Один из очень важных ключей, я решил перед расстановками психотравмы, чтобы мы немножко подкачались, чтобы это у нас уже проявилось в психограмме или в расстановке. Это очень серьезный ключ внушения, один из ключевых, потому что это убеждение, это верование, это настройка ума. И это достаточно такой тонкий уровень, с которым надо уметь работать, как с этим быть. И сейчас нам тишина расскажет, что это за ключ внушения. Своими словами, что помнишь, можешь сюда сесть. Жанна, ты что-то встала. Страшно, мы с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, кто встречался с этим ключом? Я. Ну, как бы так немного. Остальные не осознают. Ну, это остальные не осознают. Вообще, ключ очень покойный. Остальные не осознают. Мне кажется, очень расстроен. А? Третий ключ. Еще кто я не осознаю. Ну, что-то там типа того. Внушение. Ну, что я не знаю. Ты считай, микрофон? А, да. Ну, внушение. Это внушение, это... Что такое внушение, да? Внушение, мысль, в которую ты и поверил. То есть, внушение всегда связано с верой в мысль, вслышанное. Значит, есть несколько разновидностей внушения. Это, значит, самовнушение. Допустим, там я плохая, я такая, я сякая. Есть самопроклятие, например, Ах, я бестолочь, у меня ничего не получается. То есть, человек... Идиотка, да? Там, идиотка, да. То есть, человек верит вот в эту мысль свою, без анализа, без отчетного. Поверил и все. Не знаю, основывалось на чем, но поверил. Есть косвенное внушение, там, допустим, кто-то про кого-то говорит, и ты в это веришь. Там, допустим, она такая, она сякая, она там плохая, у нее там куча любовников, допустим, да? Ты веришь в это. Не зная этого человека, веришь. То есть, косвенное внушение. Есть прямое внушение. Прямое внушение, это когда... Ну, непосредственно, вот родители часто ругают своих детей. И говорят им, ну, руки у тебя не оттуда растут, ты вообще глупый и прочее. Учителя тоже в школе, там, тоже занимаясь таким прямым внушением. И ребенок в силу своей доверчивости верит в это. Потому что дети разные есть, есть, которые не цепляют это. Ну, и сказали, и забыл. А другой, он доверчивый. Ну, значит, мама или там учитель говорит, значит, действительно я дурак. Вот. Есть клятва. Клятва, допустим, внушение такое. Кстати, внушение часто перекликается с другими ключами. Ну, например, вот, клятва, да? Допустим, я не буду никогда похожа, там, на свою мать. И в результате человек притягивает это в свою жизнь. Через отрицание он полностью копирует свою мать. То есть, вот это. То есть, есть такая вот, то есть, то, что я не буду делать, это к тебе возвращается. Или, допустим, к унушениям относится обед за лоб, да? Обед, это, вот, кстати, в переводе, в одном из словарей переводится жертва обеда. То есть, это слово, налагаемое на себя, да? Обед. Ну, говорят же, пословица есть такая, что давши слово, не давши слово крепись, а давши держись. То есть, даёшь слово, нарушаешь его и, соответственно, получай. Вот, как писал Жуковский в своих мемуарах, давши слово сохранить мир, нарушай его. Ну, то есть, вот так. Зарок. Зарок – это тоже такое клятвенное обещание что-то не делать. Ну, как говорится, что… А, часто вот используют зарок в запретительной терапии. Ну, а при лечении алкоголизма, гурения. И человек, давая зарок, соответственно, нарушает это и привлекает в свою жизнь какие-то заболевания, там, инсульты, инфаркты, самоосуждения, осуждения других окружающих. То есть, таким образом, тоже опять притягивает это в свою жизнь. Ну, как говорится, не зарекайся, гарантии не будут только у Бога. Ну, еще говорят, есть такая пословица, значит, ну, а зарок – это вообще как бумеранг, это вообще ловушка, оно возвращается. Там, кто говорит, вот это клятвенное обещание. Что это значит? Зарок – это, ну, клятвенное обещание что-то не делать. Как возвращается? Бумеранг. То есть, ты говоришь, что я, допустим, не буду купить, там, да, и ты, нарушая этот зарок, привлекаешь в свою жизнь какие-то, соответственно, у тебя комплекс вины не возникает, потому что ты нарушаешь этот зарок. Ты же поплялся, ну, как же так? Значит, получается, что, вот, ну, как говорят еще, невыполненный зарок, что украл, что, что украл. Да, допустим, ну, бумеранг, да, он возвращается. То есть, вот, в каждом из этих видов внушения есть какая-то такая дуальность, да, человек становится в силу того, что он конкретно поставил перед собой какую-то, допустим, клятву, допустим, я никогда не буду, там, вот, кстати, зарок запретительной терапии, да, получается, как наказание, вот, перекликается с наказанием, то есть, да, я, допустим, никогда не буду, там, пить. Соответственно, получает, он, значит, нарушает и заболевание какие-то, то есть, как наказание идет, или сам наказание, он сам себя осуждает, как сам, например, я такой. Вот, то есть, чувство вины здесь везде, как бы, привлекается идет чувство вины, и человек, как бы, в это вере начинает нарушать, естественно, и получается вот таким образом. Да, ну и вот, и с внушением надо обязательно работать, потому что, как бы, ну, это, в общем-то, такой, а еще ключ, вот, кстати, внушение перекликается, когда я никогда не буду похожа на свою мать, допустим, да, с идентификацией, контриндентификацией, ключ, получается, тоже внушает себе и привлекает в свою жизнь. Или, допустим, я клянется, что я никогда не буду верить, там, своим, с мужчинам, да, то есть, опять события, и обязательно, какой, привлекая в свою жизнь человека, который будет его обманывать. Как с этим работать? Ну, через бессознательное мы выводим, выводим на ключ, и, значит, прежде всего, нам нужно как? Просто осознанно в это не верить, подвергнуть это сомнению. Ну, допустим, вот, когда вы верите, вы даете этому внушению силу. До тех пор, пока вы это верите, все, это оно будет работать, этому внушению. Как только вы эту веру, вы осознанно, на уровне осознания, ну, как-то вот каким образом, допустим, допустим, я, допустим, так, да у меня не получится, вот, не получится у меня, вопрос. То есть, надо так, а может быть, получится, может быть, там, я почитаю, там, чего-нибудь, то это, ничего, да, действительно получится. То есть, подвергнуть сомнению это внушение. А почему? Откуда ты это взял? Ну, и потом, согласно уже нашему уровню, да, любая мысль, это вообще, она иллюзорная, да, получается. Почему ты веришь в эту мысль? Ну, почему бы ты сразу осознанно в любую мысль подвергнута сомнению? То есть, здесь, получается, включается другая, как бы, идея моторика, и уже человек становится более гибким, более, ну, не получилось, ну, и хорошо. Извнушение касается не только себя, но и всех других обстоятельств для других людей. Мужья, вот, должны быть порядочными, все должны быть таким,iksi шансов да вот мужчина должен быть хорошим порядочным нет порядочные непорядочные то есть ну что вот она очень хорошо так кратко по существу осветила эту тему внушения я еще раз просто повторю все что она сказала значит действительно внушение это мысли в которые мы поверили здесь ключевое слово поверили поверили поверить мы можем как осознанно так и бессознательно то есть мы можем понимать что мы верим а можем даже и не понимать что мы поверили и вот оно у нас прокручивается и мы находимся во власти этого верования обычно всегда ну вот эти вот есть же разные внушения то есть мы не трогаем скажем так позитивные внушения потому что вот допустим мне в детстве внушали что у меня хорошая память я до того поверил еще до школы что однажды мы пришли там с моим другом к ним домой и пока мы ели мама сказала только вот перед уходом не забудьте вот это взять я говорю да у меня такая хорошая память и мы никогда с моей памятью мы не забудем в общем когда мы уходили она говорит а что вы это забыли у тебя же хорошая память так у меня память хорошая просто я сейчас забыл а вообще память такое внушение было что память хорошая но вот негативные внушения они всегда прилепляются на почве страха то есть вот если у человека есть страх смерти и что-то в истории его жизни еще есть какая-то подоплевка и если произошло какое-то либо прямое либо косвенное внушение либо самовнушение ситуация произошла ну вот ну как в твоем случае сейчас у нас есть пример Ланы да что смотрите как у нее самовнушение у нее и прямое внушение и самовнушение есть такое так сказать наслоение прямое внушение цыганка да или кто? не одногруппник в институте а по руке одногруппник в институте по руке ну просто вот так вот грякнул да смотрите это как бы была информация а больше у нее наверное у Ланы самовнушение потому что она потом стала анализировать ситуацию с отцом что папе нагадали там в 92 а в 92 году умирает да и она дальше делает вывод умозаключения самовнушение это всегда какое-то умозаключение по какой-то ситуации и она решает что у нее произойдет тоже так же то есть у нее самовнушение она начинает она поверила в эту связку и начинает ее внушать себе и верить в это верить и тиражировать эту мысль внутри вот это вот пример самовнушения плюс через прямое ну здесь даже самовнушение прямое это не было внушение это просто ну может быть там была хавня игра была какая-то да ну как бы да нет ну вот я честно я потому что в это годами я поверила там как бы так все было поверила значит прямое внушение плюс самовнушение прямое плюс самовнушение косвенное внушение это когда знаете вот вы слышите мама с подружками на кухне говорит ой а моя-то такая непутевая а еще тетя говорит ой а у твоей-то ноги кривые но это вот из консультации и все человек на всю жизнь или говорит ой она у тебя такая некрасивая и все а никто прямо не говорил а человек услышал в другой комнате и все это внушилось то есть внушилось как поверилось в это вы поверили в это причем знаете это все-таки происходит на почве низкой самооценки изначально потому что ну сплошь и рядом может быть где-то так вот говорят да но кто-то не верит в эти слова кто-то у кого-то не внушается это а вот у кого изначально низкая самооценка вот эти вот какие-то внутренние страхи и уверенности у них начинается это верование в это внушение да вот но потом конечно вот эти ежедневные нравоучения родителей это такие прямые внушения да что ты должна там убираться чистюль девочка должна быть чистя ну и так далее это вот прямые внушения ну вот очень хорошо про зароки клятвы и обеты когда происходят эти клятвы зароки и обеты когда человек может принять ситуацию и что-то в ней прожить он не принимает ситуацию не может прожить чувства и выставляет защиту эту клятву допустим ну вот умирает муж и жена говорит я больше ни с кем никогда не буду вступать в контакты но имеется в виду половые контакты и вот это вот зарок в принципе комплекс вины не всегда появляется некоторые люди живут верят в это и так и умирают будучи верны своей клятве они даже ее не замечают им комфортно хорошо жизнь идет и меняется знаете как вот и ситуация меняется и мы же не знаем в момент клятвы когда мы давали как изменится наше чувство что вообще политика меняется да меняется климат так же вдруг потепление такое так сказать произошло гормональный фон меняется и вдруг так сказать захотелось да а еще же эти особи они вот так бегают бегают и раз кто-то или что-то встретился встретились да все гормоны там сыграли а тут клятва за рог обед да и вот здесь возникает комплекс вины и люди начинают испытывать глубокие муки как сознательно так и бессознательно дальше идет ключ самонаказания они нарушают этот обед ну там один раз в неделю два раза в неделю регулярно и затем себя наказывают чем-то ну другим как-то наказывают ну как вот допустим лишают себя там удовольствия в жизни ну там ну ведь даже вплоть до элементарного купить себе какую-нибудь хорошую вещь да нет я не заслуживаю я не не достойно этого ну потому что я комплекс вины очень сильно происходит ну вот на этом основываются клятвы зароки и обеты техника работы с внушениями она ну вот если с клятвыми зароками нужно четко понять в связи с чем возник этот зарок какую ситуацию вы какая ситуация спровоцировала что вы не приняли в той ситуации зачем нужно было защититься этой клятвы зароком и обетом и просто пойти в эту ситуацию и до тех пор ходить в нее пока вы ее полностью не проживете когда вам вдруг не вы не обнаружите что собственно говоря необходимости ни в клятве ни в зароках ни в обетах нету ну да это произошло такова жизнь так бывает вспомнить ситуацию и возвращаться в нее ну найти ту ситуацию в связи с которой возник зарок обет и клятва и найти то чувство которое вы не хотите проживать от которого защищаетесь ну вроде бы это же очевидно потому что это клятва идет ну условно говоря или 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 внушение идет сразу после события ну смотри я как бы понимаю уже что ну смерть ребенка это неизбежно я не бог который может распоряжаться а чувство вины оно живет уже в котором жизнь не первая же жизнь у меня оказывается неизбежно вопрос вопрос тогда в чем смотри вот я смерть ребенка я понимаю ну то есть сейчас уже понимаю что да бог ну так распорядило сознание клятва в чем было клятва в чем не клятва было а убеждение что я плохая я что-то сделала такое плохое но это вот мы по-другому сейчас мы про клятву говорим значит клятвы не было нет клятвы не было значит по клятве нужно вернуться в событие и нужно найти то чувство которое вы не хотите проживать и прожить тогда необходимости клятвы не будет то есть прожить это чувство ну и принять то событие которое произошло ну это конечно вот я сейчас так быстро говорю там сколько 30 секунд прошло как я это сказал и найти событие и прожить но порой годы проходит прежде чем человек там же такое сильное сопротивление вот главный герой да пожалуйста такие потери это как удар под дых какое-то время ты даже дышать не можешь не то что уже там что-то анализировать и это конечно требует времени реабилитации но мы ориентированы это не на психотерапию как бы вот таких людей а на осознанно людей которые осознанно развиваются и желают брать силу из вот таких проблемных воспоминаний ситуации событий вот а если мы работаем с верованием в которое мы поверили то есть косвенное внушение прямое внушение самовнушение это могут быть убеждения просто семейные убеждения вот допустим что-то произошло и ты какое у тебя убеждение во что ты поверила самовнушение да да что ну вокруг все все подружки допустим рожают у всех все хорошо а у меня умирает ребенок ага вот стоп да и вот здесь нужно как тишина сказала начать конфронтировать сомневаться в правильности твоего верования в которое ты веришь действительно ли у всех все хорошо ну может и кого-то плохо но мне это не укрепляет но ты уже заблуждаешься что только у тебя плохо ну да бывает то есть изначально ты думаешь неправильно да ну да то есть а всех нельзя вообще ага бывает у кого-то хуже даже ситуация но хуже с потерей ребенка я сомневаюсь что ну бывает еще и мать умирает и ребенок умирает ну ну не знаю для меня и потеря ребенка это самое 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 это так сказать ну такие сравнения да бывает что одновременно и твоя мать умирает и отец умирает и муж умирает и ребенок умирает для меня, потеря ребенка, именно маленького, это несправедливость. То есть взрослый человек, можно сказать, у него карма, ну у ребенка тоже карма, конечно, но вот когда там малыш совсем, по моим понятиям это несправедливо, так не должно быть. Это убеждение, это несправедливо, так не должно быть. А раз это со мной случилось, значит я в чем виновата, я… Хорошо, так не должно быть, вот. Ты веришь в эту мысль, что так не должно быть. Скажи, а вот ты говоришь «так не должно быть», а так случается? Да. А значит, твое предположение, что так не должно быть, оно неправильно? Да. Значит, ты заблуждаешься? Значит, то, во что ты веришь, что так не должно быть, это неправильно? Да. видите да но это сейчас хикария так сказать подкованная да то есть у меня в двух жизнях видишь она уже идет в этой как ее миссия там аналогичная ситуация а в этой жизни она уже просто второй раз ну то что я помню то есть там наверное это все закоренело но тем не менее это никого не волнует она закоренела не закоренела потому что любое внушение которые то вижу одинаково действует но одинаково закоренела там главный момент иmond этого нет и не понимания что ты веришь в то что не является правдой ты веришь в то что не является правда вот что первое необходимо сделать нужно разбить эту веру разбить веру ложь в которую ты веришь заблуждение в которые ты веришь вы сейчас бежите впереди паровоза сейчас мы дойдем наказание если как разбить через конфронтацию с этим верованиям вот смотрите ключ моего уже какой раз вопросы ну поэтому конечно даже как это нужна прицельная постоянная работа 7 ключей я эту практику использовал на протяжении лет четырех наверное любая ситуация которая происходила не раскладывают по ключам по ключам и она очень легко быстро решалась если работать просто принятие но это сложнее и дольше потому что нет вот этой целенаправленности любую ситуацию можно разбить по семи ключа какой-то ключ конкретно и решать его через вот эту схему через вот эти схемы значит первое это необходимо выявить верование и убедиться в его ложности второе это нужно спросить себя когда ты веришь в это убеждение как тебе живется когда ты веришь в это убеждение как тебе живется хреново говорит дальше спрашиваем а если бы ты не верила в это убеждение как бы тебе жилось если бы ты не верил в это убеждение как бы тебе жилось я почувствовала себя гораздо счастливее и достойнее но тут гораздо лучше я бы наверно не умирала так часто смотри здесь весь вопрос зависит от верования если бы ты не верила но ты предпочитаешь верить то есть еще раз ты выбираешь не верить ты выбираешь не верить в это убеждение потому что твое состояние является результатом только веры или не вере это же у тебя само внушение получать по себе само внушаю что я виновата в том что значит смотри само внушение основано на твоей вере ты веришь что что ты в себе внушаешь я виноват но это действительно так ты виновата так распорядила сознание смотри теперь ты говоришь если бы я не верила в это убеждение то я была бы счастливее чем бы ты занималась так и смотри да и сколько времени ты уже веришь в это убеждение и живешь так лет тридцать тебя устраивает это нет да а но смотри здесь выход в том что ты должна перестать верить в это убеждение ведь вот это сознать осознанно это путь воина это никуда то вы пошли вас загипнотизировали и вылечили другое перевнушили вам и вы как бы марионетка дальше пошли вроде не верить здесь осознанная охота идет ты хочешь жить по-другому хочешь жить по-другому да ты понимаешь сейчас что тогда тебе нужно перестать верить в это убеждение ты сейчас ясно поняла что то убеждение в которое ты верила она не действительно но сила верований очень мощная даже сейчас мы поговорили через 15 минут убеждение прошла на 30 лет верила и самовнушалась и все это очень крепко да но эта практика она в чем заключается каждый раз как вдруг ты себя поймала опять на этом самовнушение ты проводишь эту работу садишься берешь ручку если ты еще внутри не помнишь эту схему и пишешь я виновата в том что он умер правда ли это и расписываешь все нет это не правда как бы я себя чувствовала и жила бы если бы я не верила в это так ты так как я живу когда я в это верю так ты так ты а зачем я это делаю потому что что ты дура вот как незнание по незнанию незнание неведении неведением незнаний заблуждений незнание незнание и это вот моя проблема этот начник моя проблема всем проблемам проблемы это кстати обычно так кажется Одинаковые все проблемы у всех По степени сложности И с этим необходимо работать до тех пор Пока твоя способность Осознанно не верить в это убеждение Победит Вот эту способность верить в это убеждение Ну и более того Тебе необходимо Вот этот последний пункт Сформулировать новое мировоззрение По поводу этого события И теперь Это не как Луиза Хей рекомендует Встаньте у зеркала и повторяйте Я счастлива, у меня все хорошо Жизнь изобильна Это вообще-то очень плохо работает Либо временно работает А вот тогда, когда ты развоплотила В трепетке Разбила свое прежнее убеждение И из него у тебя сформировалось Новое убеждение верования На основе расширения твоего мировоззрения О понимании вообще жизни в целом Тогда это работает Но ты все время На протяжении, может быть, месяцев Трех-четырех Должна себе прицельно напоминать Это прессинг Борьба за каждый розыгрыш Вот в каждый момент, когда у тебя появилась Это работа И в каждый момент Это вот, к примеру, рак А как? Там причина тоже вот так будет Она появляется, может, на дню 150 раз Тебе нужно все эти 150 раз Их выловить И все время их не поддерживать Тогда можно абсолютно любую вещь Изменить Потому что это же уровень мысли Это причина практически Ну, мысли — это залог наших состояний В конечном итоге биохимии Внутренней, которую мы испытываем Убеждение Новое убеждение И его себе Ну, в какой-то степени тоже внушать Перевнушать То есть, что значит Верить в него Верить в него Верить в это убеждение Не в то убеждение А в это убеждение верить Такой вот, например, что Это Проявление сознания То есть А то, во что я верю Это просто иллюзия Это мысли Можно так, да Жизнь и смерть — это проявление сознания У меня, понимаешь, еще проблема была в том Что я воевала с Богом Я же с ним встала на одну доску И говорю Бог, ты не прав Ты, вот как он ему претензии предал Я 30 лет занималась сначала Когда ты меня встретил Я предпредала Богу претензии Ты не прав Так несправедливо Ты козел Все должно быть не так Это я знаю Но теперь, вот когда тебе прилетает обратная карма Ты, в общем-то, со смирением принимаешь Да, теперь я понимаю, что все со мной произошло Вообще-то лучше даже такие слова не повторять Слух Да Это, знаете, как вот учат обзываться, да Если хочешь кого-то обозвать, ты так и говори Я же не говорю, что ты дурак Это я со смелением и со смелением говорю о том, что я Это была моя основная ошибка Я была не права, да Что все идет от Бога и все Ну, как ты любишь повторять Кажется Да Кажется Все идет от сознания Все идет от сознания То есть, и смерть, и рождение Все проявление сознания И от этого Это тебе успокаивало? Да Это дает тебе силу? Ну, во всяком случае, смирение Смирение Здесь от уровня, так сказать, человека Каков ваш уровень? К примеру, ведь если ты уже понимаешь ответ на вопрос Кто я, то кто умер, кто умер, или вообще, кто испытывает эту боль, кто страдает, да И как-то сразу все становится на свои места Это еще раз говорю от уровня того, кто работает с собой Потому что кому-то придется, ну, какие-то другие вещи говорить Ну, это уже по факту надо, вот, мы сейчас, когда будем практиковать это Вы сами выявите вот эти уровни Что приносит вот это успокоение Какое новое мировоззрение, убеждение Вот, допустим, ну, для кого? Вот для тебя вдохновение, какое бы убеждение новое? Вот для нее, что мысль, что все идет от сознания А вот для тебя Вот, видите, типичный, не знаю Не знаю, это первый слой После того, как вы сказали, не знаю, давайте буддировать Чтобы тебе помогло в такой ситуации Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею! Продолжение следует...